итак давайте сегодня очень важная тема вот алексей ты можешь отстраниться может остаться конечно вижу что люди еще собираются вот я думаю что я начну потому что мы это все записываем потом можно будет прослушать записи тема сегодняшней нашей встречи это маркетинг-план дези маркетинг план дези в свое время особенно в прошлом году сделал целое состояние десяткам людей и до сих пор приносят хорошие деньги очень многим партнером маркетологом по всему миру и сегодня я хотел бы разобрать в детали как устроить маркетинг план но может не совсем в деталях деталях но более менее в деталях показать какие есть способы заработка насколько здесь денежно находиться и насколько выгодно строить команду и получать резидуальный доход о котором наверное большинство сетевиков мечтает и целью бизнеса построение бизнеса ставят именно 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 получение резидуального дохода достаточно дохода то есть вы в течение полугода года тратите время обучать и свои команды включать и дуплицирование потом уже пожинаете плоды вот здесь это как нигде еще представлена потому что я это покажу в ходе выступления потому что даже если у вас команда перестанет расти за счет того что прибыль зарабатывается в тренинге вы за счет этой этой заработанной прибыли ваших клиентов сможете получать хороший растущий резидуальный доход и так давайте сразу же переходим к пакетам и посмотрим какие пакеты есть программе дези пакет номер один это пакет за 100 долларов usdt пакет номер два за 200 пакет номер 34 100 800 и так далее да и мы видим что первые два пакета обозначено что в торги идут 50 процентов и в первом пакете не даются акции вообще не дается до долей в компании до так начиная со второго пакета даются доли в компании до так и плюс начиная с 3 пакет идет распределение 70 на 30 то есть более выгодно с точки зрения тренинга заходить на 3 пакеты выше 3 4 5 так далее пакета там 70 процентов идет в торги можно участвовать форекс и можно участвовать в крипто это мы с вами понимаем сейчас у нас очень хорошо движется форекс крипто еще нужно несколько дней несколько недель понаблюдать увидеть хорошие результаты после этого я думаю что пойдет сильная диверсификация да и клиенты начнут вкладывать деньги форексы в крипто на сегодняшний день конечно же преимущественно средства заходит именно форекс поэтому будем отталкиваться от форекса итак видим то что есть 10 пакетов мы помним что начиная мы помним что любой из пакетов из этих 10 можно покупать сколько угодно раз то есть вы можете третий пакет купить несколько раз четвертый пакет 5 и так далее но чтобы дойти до 3 4 нужно сначала купить первый потом купить второй то есть нельзя пропускать эти пакеты и по возрастающей можете дойти до 5 до 6 и так далее плюс что очень важно я прямо зачитаю по пунктам я оставил слайд с текстовкой что с 1 июня этого года запущен так называемый запущен промоушен с так называемым моментом пакетами вот эти моментом пакеты моментом это в млм такой термин если кто не знает когда идет большой драйв когда идет большое движение рост компании вот это называется момент сейчас наступает новый моментум вместе со стартом форекс вместе с запуском обновленного дези и и искусственного интеллекта алго трейдинга 2.0 который сейчас уже должен принести результаты и с 1 июня запустился моментом пакет промоушен который не заканчивается в конце июня будет продлен и на июль месяц и я думаю на август месяц об этом мы еще позже объявим и там дальше мы посмотрим да он пользуется большой популярностью чтобы участвовать в этом моментом промоушене нужно иметь как минимум пять пакетов и если вы купите все 10 пакетов форексов все 10 пакетов то тогда вы можете покупать неограниченное количество моментом пакетов любого уровня будет и 5 6 7 и так далее тем самым отправляя 90 процентов средств на трейдинг да на тестирование алга алга трейдинга искусственного интеллекта на живых торгов и что очень важно да при покупке моментом пакетов и идет такое же количество дали эндотек как при покупке обычных пакетов хотя больше денег в трейдинг уходит да то есть эти пакеты реально очень выгодны со всех сторон и вот посмотрим как это выглядит в цифровом выражении начиная с пятого пакета можно купить моментом пакеты видим до 90 процентов входит в трейдинг и видим вот доли вакс они такие же как на обычном пятом шестом пакете давайте посмотрим пример как вообще большинство партнеров участвует в покупке моментом пакетов поскольку моментом пакеты начинается только с пятого пакета то нужно сначала купить первые пять пакетов если у кого-то они уже куплены мы говорим именно про форекс только про форекс сейчас да потому что только форекс и есть на данный момент моментом пакеты если у кого-то пять пакетов уже куплен дальше можно купить пятый пакет моментом в кабинете появляется эта опция и мы видим что здесь вместо 1120 долларов идет в трейдинг 1440 то есть 90 процентов от 1600 от цены пятого пакета и всего из потраченных 4700 usdt 3550 это больше 75 процентов меньше чем 80 процентов но это явно более выгодно чем если брать просто обычные пакеты потому что при просто обычных пакетов там 70 на 30 а первый второй пакет 50 на 50 то есть там меньше чем 70 процентов суммарно в тренинг а здесь выше чем 75 и так получается что 3550 usdt участвует форексе в торгах и конечно же это повышает прибыльность профит от торгов на форексе значит какую картину мы получаем на сегодняшний день для того чтобы участвовать в этом моментом промоушне вам нужно иметь бюджет как минимум 4700 долларов если вы с нуля заходите вот можно планомерно покупать пакеты на первые в первую неделю например пакет 1 2 3 на 2 недели 4 пакет 5 пакет то есть не обязательно прямо за одну минуту купить все эти пакеты 5 пакетов и 5 момента то есть всегда покупайте приобретайте пакеты по вашему карману по вашему бюджету чтобы это было для вас без напряга без финансового про пассивный доход мы особо говорить не будем потому что у нас сегодняшний тема это именно реферальный реферальная программа но просто напоминаю что все пакеты дают помимо трейдинга помимо прибыли из тренинга еще дают акции то есть доли эндотека которые потом будут конвертированы в акции но плюс еще есть с первых двух поколений матрицы потенциал получения некого перелива и вот она собственно реферальная программа тема сегодняшней школы она эта реферальная программа достаточно разнообразно есть бонусы на старте есть групповые бонусы есть бонусы за личные за личную работу за личных рефералов это когда вы даете свою реферальную ссылку и заходят клиенты по вашей реферальной ссылке то есть в принципе дези во многом во многом напоминает компанию по прямым продажам именно прямые продажи здесь очень активно поощряются и очень денежно вознаграждаются я сейчас подробно покажу все эти способы заработков помимо личных реферальных бонусов и групповых еще есть бонусные пулы здесь два лидерских ранга в проекте это золотые пейсетры пейсета лидеры плюс еще сейчас запущен промоушен на два года это пул билдеров и пул ачиверов тоже я о нем скажу так вот личные рефералы когда вы приглашаете клиента то вы зарабатываете не только прямой бонус 5 процентов со всех пакетов которые он покупает вне зависимости от того уровня пакетов на котором вы сами находитесь но помимо этого вы будете зарабатывать со всей прибыли которую он выводит из системы будет а форекс или будь это крипто и еще матчин бонус об этом я тоже скажу а вот групповые рефералы до групповой бонус он выплачивает во первых от всех входящих потоков от всех входящих пакетов до четырех процентов и во вторых когда клиенты до десятого поколения выводит прибыль вы получаете один процент от этой прибыли и так личные реферальные бонусы очень приятный бонус выплачивается с продаж 5 процентов мгновенно выплачивается помимо этого еще выплачивается когда вы приглашаете клиента матричный бонус согласно таблице матричной таблицы которые покажу чуть позже и как я уже сказал когда клиенты выводят прибыль то вы с этого тоже зарабатываете три с половиной процента и у нас по форексу вывод происходит обычно по понедельникам заявки оформляются выходные когда форекса нет когда торгов нет понедельникам происходит собственно сам вывод вот сегодня наверное около миллиона долларов система вывела то есть клиенты получили около миллиона долларов плюс-минус я не знаю точных цифр вот соответственно те люди у кого построены уже хорошие команды получили достаточно хороший резидуальный бонус с выведенной прибыли плюс матчинг бонус это 10 процентов от матричных комиссий ваших личных партнеров я об этом еще скажу покажу такая вот ситуация с маркетингом я перейду позже к резидуальным еще доходом и покажу как работает матчинг бонус а сейчас давайте начнем самого собственно говоря самых азов вот со старта дэвизи дэвизи начинается с матричной структуры не бойтесь слова матрица это не делящаяся матрица это не пирамидальная матрица это просто заменить слово матрица на слово структура и все встанет на свои места это 10 уровневая структура из 10 поколений из 10 уровней где доход выплачивается до десятого поколения в В случае, если вы квалифицированы. Эти квалификации я тоже покажу, как работают. В системе есть всего 10 матриц. Каждый пакет – это вход в новую матрицу. То есть пакет за 100 долларов, стартовый пакет, дает вам вход в первую матрицу. Пакет за 200 долларов во вторую матрицу, за 400 в третью и так далее. Вы доходите до 10 матрицы. И эти матрицы никуда не исчезают, они не делятся. Нет перетекания из одной матрицы в другую. То есть здесь это такая сформировавшаяся структура, в которой еще есть, помимо всего прочего, переливы. Так вот, в первой матрице вы получаете до 10 уровней, даже если вы никого не пригласили. Первая матрица – это такая входная матрица за 100 долларов. Вот эти пакеты, напоминаю, не дают даже долей компании «Эндотек». Вторая матрица имеет одно условие. Нужно иметь определенное количество личных рефералов, чтобы погружаться на большую глубину и с большей глубины зарабатывать. А начиная уже с третьей матрицы, там включаются полные условия, которые я дальше покажу в таблице. Полные условия по квалификации, да, по квалификации на матричный бонус. Вот так вот это выглядит. Уровень 1, 2, 3. Мы видим, что с каждым уровнем в идеале, естественно, в идеале, потому что по факту ни у кого так идеально структура не заполняется, но в идеале с каждым уровнем становится в три раза больше потенциальных партнеров. Мы видим, что если полностью заполняется матрица на 10 уровней, то это 59 тысяч, больше 59 тысяч клиентов, партнеров в вашей структуре. И когда все эти клиенты делают повторные покупки, покупают очередные пакеты в крипто, либо в форексе, вы с этих покупок также зарабатываете. То есть это потенциал маркетинга, он очень большой. Мы видим, да, то, что вначале вы заходите за 100 долларов и можете зарабатывать в первой матрице, куда попадают все партнеры за 100 долларов. Вы попадаете в первое свободное место за вашим пригласителем. Возможно, вы будете видеть переливы от вышестоящих партнеров, возможно, вы их не будете видеть. Тут все уже зависит от динамики, от развития, от активности работы ваших спонсоров. Но что очень важно, если вы купили только первый пакет, то вы будете в Дейзе зарабатывать только с первых пакетов, вот только с первой матрицы. Если вы сделаете апгрейд пакета и возьмете пакет за 200 долларов, то вы автоматом зайдете во вторую матрицу. Там также займете место вслед за своим пригласителем и начнете зарабатывать с покупки вторых пакетов за 200 долларов вашей структурой. Дальше также все с третьей матрицей, с третьим пакетом, с четвертым пакетом и так далее. И вот в итоге мы имеем 10 отдельных матриц. Это очень важно понимать. Все начинают свой путь в этом маркетинге и в структуре с первой матрицы за 100 долларов. Нельзя иначе зарегистрироваться в Дейзе. Обязательно нужно купить первый пакет за 100 долларов. И дальше уже, если у вас есть бюджет, если у вас есть желание, вы можете покупать второй пакет, попадаете во вторую матрицу, третий пакет в третью матрицу, четвертый в четвертую, пятый в пятую. И вы будете зарабатывать только с покупок тех пакетов, тех матриц, в тех матрицах, где вы уже находитесь. Если вы купили пять первых пакетов, а ваши партнеры делают дальше апгрейды, покупают шестой пакет, седьмой пакет, восьмой пакет, то они пойдут вот в эти матрицы, шестую, седьмую, восьмую, не за вами, потому что вас там нет, а вслед за вашими пригласителями. Они за кем-то пойдут, и вы вот эти вот комиссии, когда они покупают эти более высокие пакеты, не получите. Вот эта компрессия таким образом работает, что комиссии уйдут тем вышестоящим спонсорам, которые в этих матрицах находятся. Поэтому, если вы нацелены строить бизнес ДЭСИ, развивать бизнес ДЭСИ, сразу же покупаете такое количество пакетов и занимаете места в таком количестве матриц, в котором вы собираетесь работать. Если ваш бюджет, например, 5 матриц, займите сразу же места в 5 матрицах, купите 5 пакетов, и ваши партнеры будут вас депутатировать. Если вы играете по-крупному, и у вас клиенты более денежные, вы можете сразу занять 7 места в 7 матрицах, в 8 матрицах и так далее. Вот это вот важнейшая таблица в маркетинг-плане ДЭСИ. Итак, что мы здесь видим? Что с первого и со второго поколения вы получаете комиссии автоматически. С первого-второго пакета по 4% и с третьего-десятого пакета по 2% от суммы пакетов. То есть, если кто-то зашел вслед за вами по вашей реферальной ссылке или по реферальной ссылке ваших спонсоров, пришел переливом, то вы получите 4% от 100 долларов, если мы говорим про первый пакет. Это будет 4 доллара. Если это будет второй пакет, то это будет 8 долларов. Ну и так далее. Третий пакет, четвертый пакет, там уже 2% идет. Вам не нужно квалифицироваться, чтобы зарабатывать с первого поколения и со второго поколения. По той простой причине, что маркетинг таким образом устроен, что система дает вам ощутить какие-то комиссии, пускай даже небольшие, даже в том случае, если вы никого не приглашаете. Но, чтобы вам зарабатывать с большей глубины, с третьего поколения матрицы, с четвертого уровня, с пятого, с шестого, где уже 27, 81, 243 участника потенциально может быть, чем лучше, тем больше партнеров потенциально в вашей структуре. Вот тогда вам уже необходимо квалифицироваться. Итак, что означает квалификация в ДЭЗе, матричная квалификация? Вам необходимо иметь определенное количество лично приглашенных партнеров и определенную сумму, которую они потратят на краудфандинг. Именно люди вашего первого поколения, те, кого вы пригласили, ваши личники. Например, чтобы зарабатывать с третьего поколения, вам нужно пригласить трех партнеров. И нужно, чтобы эти три партнера купили краудфандинговые пакеты минимум на 1000 USDT. Думаю, здесь все понятно. Чтобы еще глубже опуститься, нужно шестерых пригласить, и чтобы они на 2000 USDT сделали краудфандинг, вложили деньги в ДЭЗе. Таким образом, вы начнете зарабатывать деньги комиссии с четвертого поколения. Ну и дальше, пятое, шестое, седьмое. Вот если вы за первый месяц вашего бизнеса пригласите 24 партнера, и они суммарно сделают краудфандинг на 128 тысяч USDT, то вы станете пейсеттером. И об этом я буду говорить позже. В следующих слайдах буду про пейсеттеров рассказывать. Это такой первый лидерский ранг, который в системе ДЭЗе существует. Матчинг-бонус. Мы уже про него напоминали, говорили, что такое матчинг-бонус. Он часто есть в бинарных компаниях, но вот здесь он тоже присутствует. Это когда вы зарабатываете 10% от матричных бонусов партнеров первой линии. То есть вы кого-то пригласили в ДЭЗе, по вашей реферальной ссылке зашел кто-то, и этот кто-то получает матричные бонусы, о которых я только что рассказывал. Там 4% либо 2% с первого поколения, второго, третьего и так далее. Он постоянно-постоянно получает, если он строит бизнес. А вы будете, как его пригласитель, получать 10% от его этих бонусов. Если у вас таких активных партнеров несколько, они все будут получать матричные комиссии, а вы, как пригласитель, будете получать 10%. И надо сказать, что я вот по своему кабинету специально сегодня посмотрел и могу сказать, что от 10% до 20% от вашего матричного дохода может составлять сумма вашего матчинг-бонуса. То есть это на самом деле очень хорошая прибавка к маркетингу, помимо матричных доходов. Единственное, что здесь требуется квалификация. Вам нужно, вы будете зарабатывать только с того количества уровней матричного дохода, где вы сами получаете доход. Я немножко неправильно сказал, здесь таблица в принципе показана. Если вы сами квалифицированы в матрице на 5-е поколение, то вы будете получать только матчинг-бонус с 5-ти поколений. И только с пакетов не выше вашего собственного пакета. То есть если вы находитесь в 5-ти матрицах, купили 5 пакетов, а где-то кто-то купил 6-й пакет, и ваш личник с этого заработал матричный бонус, вы с этого матчинг-бонус не получите. Есть проценты, потому что вас в той более высокой матрице нет. Теперь, наверное, самая приятная часть презентации, на мой взгляд, я сейчас вам покажу потенциал резидуального дохода в Дези. Это очень важно понимать, к чему вообще мы строим этот бизнес, какой здесь долгосрочный потенциал развития бизнеса. И я вам напомню, что здесь выплачивается 3,5% с прибыли личных рефералов. То есть вы приглашаете клиентов, клиенты вкладывают деньги в краудфандинг. На данном этапе развития бизнеса в будущем это будет инвестиционный проект, и клиенты будут торговать уже напрямую, направлять инвестиции в фонд. И когда клиенты будут выводить прибыль, и сейчас, когда клиенты выводят прибыль, вы будете с этого получать 3,5% с первого уровня, с первой линии. Таким образом, есть очень большой стимул на самом деле приглашать, строить широкую первую линию, приглашать большое количество людей, десятки людей, сотни людей сюда по своей реферальной ссылке, потому что чем больше людей у вас в первой линии, чем больше они направляют средств в краудфандинг и автоматом 50, 70 или 90% уходят в трейдинг, то тем больше вы будете получать вот этот вот резидуальный бонус Unilevel. А начиная со второго поколения, вы до десятого, вы будете получать 1% с прибыли рефералов, когда эта прибыль выводится. То есть всего 12,5% от всей выводимой прибыли с трейдинга идет вот в этот вот резидуальный бонус на 10 поколений. Но если вы квалифицированы в матрице, например, только на 5 поколений, помните вот эту табличку, вы только с 5 уровней, с 5 поколений матрицы, с 5 глубины только получаете деньги. В таком случае и здесь резидуальный бонус будет выплачиваться только с 5 уровня, с 5 глубины. То есть автоматически квалификация перебрасывается с матрицы на Unilevel. Поэтому, конечно же, для партнеров, кто строит команду, рано или поздно желательно квалифицироваться полностью на все 10 поколений в матрице, получать и в матрице отходящего потока с 10 уровней и получать линейный бонус, когда выводится прибыль из системы тоже с 10 поколений. Здесь, в этом слайде, я напоминаю, что когда клиент выводит прибыль, то он получает 70%, 15% идет в маркетинг, из которых 12,5% идет в Unilevel, то, что я только что показал, и еще 2,5% в 2 пула, о которых я дальше скажу. И 15% идет в комиссию Endotech. 30% всего удерживается, когда клиенты выводят прибыль. Но что очень важно, чтобы вы понимали, что даже если клиент не выводит прибыль вообще, то через полгода система автоматически с его баланса спишет, с его прибыли спишет 30%. И когда эти 30% списываются, естественно, все бонусы также выплачиваются. То есть вот этот линейный Unilevel бонус вы также получите. А вот здесь вот я хочу показать вам пример резидуального дохода, чтобы вы поняли на конкретных цифрах, сколько здесь можно заработать. Естественно, примеры гипотетические. Я сразу сюда вставляю, мысленно вставляю определенный дисклеймер. Здесь нет никаких, естественно, гарантий, потому что это трейдинг. Здесь все непредсказуемо. Хотя мы на сегодняшний день видим за 3 месяца шикарнейшие просто результаты, меньше, чем за 3 месяца в Форексе. Давайте рассмотрим следующий вариант. Вы привлекли в 10 поколениях 1 миллион USDT в трейдинг. С 10 поколений 1 миллион USDT. Но для лидера за несколько месяцев это совершенно реально сделать. Для некоторых лидеров это возможно и за неделю сделать, привлечь такую сумму. Прибыль на Форексе за месяц составляет 20% в нашем гипотетическом примере. По факту она у нас может быть и 30, и 40, мы это видим. Но в этом гипотетическом примере пускай будет консервативная цифра 20%. 20% от 1 миллиона долларов, которые торгуются в вашей организации, до 10 поколений составит 200 тысяч долларов. И в этом гипотетическом примере клиенты полностью выводят прибыль. То есть по выходным ставят заявку и в понедельник получают прибыль. Мы говорим про Форекс, мы говорим сейчас про Форекс. Ну то же самое может быть и скрипт, там просто не такая динамичная прибыль. И вы получаете 1%. Это крайне консервативно. Это со второго по десятого поколения 1%. С первого поколения 3,5%. То есть по факту все может быть гораздо выше. Так вот 1% от 200 тысяч USDT будет 2000 USDT долларов резидуального дохода каждый месяц. Но мы понимаем, что прибыль может составить не 20%, а 30%. И даже в среднем она у нас, пожалуй, столько сейчас и составляет не 20%, а 30%. И мы понимаем, что часть средств будет заходить в ваше первое поколение. Вы будете получать 3,5%. То есть по факту эта цифра 2000 USDT, она достаточно консервативна. Может быть и 3000, и 4000. Тут все зависит уже от личного примера. Вот это тот самый резидуальный доход, который вы будете получать из месяца в месяц. На самом деле из недели в неделю, когда по понедельникам люди выводят прибыль. И если вы мне сейчас скажете, что не все клиенты будут выводить прибыль, абсолютно правильно. Большинство людей не выводят прибыль, а наращивают свои балансы, потому что понимают силу сложного процента. Но все равно, как я только что вам показывал, через полгода система снимет комиссию 30% рано или поздно. Поэтому по факту вы все равно получите свой процент. Здесь просто я разбил как бы в среднем по месяцам. Вот такой потенциал дохода, резидуального дохода в ДЭЗе. Это помимо всего остального. Это помимо матричного дохода, помимо матчинг-бонуса, помимо прямого бонуса 5%. И помимо вот тех пулов, пейсеттерских, о которых я расскажу. И еще промоушена, которые помимо всего маркетинга сейчас у нас работают. Давайте теперь рассмотрим пулы. У нас есть два лидерских пула. Это пул золотых пейсеттеров и пул пейсеттер-лидеров. Чтобы стать золотым пейсеттером, а у нас их несколько сотен сейчас в ДЭЗе, вам необходимо в первые 30 дней бизнеса привлечь 24 партнера с общим объемом краудфандинга на 128 тысяч долларов. Может быть один партнер купит все 10 пакетов, а остальных 23 по меньшей сумме. Может быть люди будут брать по 7 пакетов, по 5 пакетов. Не важно. Важно, что за первые 30 дней вы показываете большую активность и результативность, и вы становитесь золотым пейсеттером. Навсегда вы им становитесь. Этот раунд не нужно потом будет подтверждать. И тогда вы будете получать от всего входящего потока 1.8% со всего потока. Когда краудфандинг делают японцы, когда его делают немцы, канадцы, англичане, неважно кто, 1.8% от всех пакетов идет вот в этот общий пул, в этот общий котел и выплачивается, делится на всех золотых пейсеттеров. И плюс, помимо этого, вы будете получать с исходящего потока, то есть это с торговой прибыли, будь это форекс или крипта, 1.25%. Когда люди выводят прибыль или когда снимается 30% раз в полгода, автоматически снимается, то тогда 1.25% направляется в этот пул и также делится среди всех пейсеттеров. И, наверное, что еще более важно, это участие в 5% пуле акций золотых пейсеттеров. 5% всех акций эндотек, 5% всех акций эндотека будет делиться на всех золотых пейсеттеров, когда закончится краудфандинг. Если компания будет стоить, опять-таки, гипотетически миллиард долларов, 5% это 50 миллионов, делим на, допустим, 500 человек, мы получаем по 100, так, одну секундочку, 50 миллионов делим на 500, если я не ошибаюсь, получаем по 100 тысяч долларов на каждого пейсеттера. Это будет приятный бонус, когда у нас закончится краудфандинг. Пример чисто гипотетический, потому что компания может стоить не 2 миллиарда и может быть полмиллиарда, то есть мы этого пока что с вами не знаем, это гипотетический пример. Но самый сильный ранг в Дези, в который я рекомендую всем активным лидерам попасть, в котором мы с моим партнером Эдуардом находимся, естественно, с самого старта, с первого дня, у нас там 4 доли, пятую, я в прошлый раз говорил, что 5 доли, на самом деле 4, пятую мы еще не получили, чуть-чуть еще нужно поработать. Это пул пейсеттер-лидера. Чтобы стать пейсеттер-лидером, вам необходимо в первой линии иметь троих пейсеттеров, о которых я только что рассказывал. И тогда вы получаете одну долю. Таких долей можно иметь сколько угодно. То есть если у вас 6 пейсеттеров в первой линии, то вы имеете 2 доли. Если 9 пейсеттеров, вы имеете 3 доли. Если 12, то имеете 4 доли. Чем больше долей, тем, естественно, больше вы будете зарабатывать комиссий как пейсеттер-лидер. Здесь те же самые бенефиты, та же самая выгода. 1.8% от всего входящего потока, от всего краудфандинга делятся между пейсеттер-лидерами. Но разница в том, что если пейсеттеров много глобально по всему проекту, то пейсеттер-лидеров гораздо меньше. И долей пейсеттер-лидерских гораздо меньше. Здесь может быть в 7 раз больше на каждую долю доход, чем у обычного пейсеттера. В 6 или в 7 раз, если я не ошибаюсь. Когда мы подсчитывали, примерно такая цифра была. И когда выводится прибыль, так же получать 1.25% в этот общий пул. Пейсеттер-лидеров так же идет и делится среди всех пейсеттер-лидеров. Количество долей не ограничено. Поэтому рекомендую вам строить активно в первой линии пейсеттеров, помогать партнерам закрывать пейсеттеров. Тем более это важно в связи с промоушенами, о которых я сейчас дальше буду говорить. И самая важная, самая денежная часть вообще всего бизнеса Дези – это вот эти 2% акций пейсеттер-лидеров. 2% акций. То есть, представляете, 2% – гипотетический, опять-таки, сценарий, если компания будет стоить на момент окончания краудфандинга, на момент квестинга миллиард долларов, 2% – это 20 миллионов долларов – будет делиться на пейсеттер-лидеров, которые будут квалифицированы. Потому что у нас старички, пейсеттер-лидеры, которые раньше заходили, они должны подтвердить квалификацию. Те пейсеттер-лидеры, которые сейчас вот закрывают пейсеттер-лидеров, они ничего больше подтверждать не должны. Нужно просто получить долю. Поэтому квалифицированных пейсеттер-лидеров на сегодняшний день очень мало. И здесь потенциально это сотни тысяч долларов дохода на каждого такого пейсеттер-лидера, если даже не больше. Это все ожидает пейсеттер-лидеров по окончании проекта краудфандинга эндотека Dezzy. А теперь давайте посмотрим, что у нас запустилось с апреля месяца и что активно сейчас работает. Это два пула. Это можно сказать, что промоушен, но по факту мы это запустили на два года и практически это будет до 2024 года продолжаться. Это пул билдеров и пул ачиверов. Что это такое? Это тот инструмент, с которым сейчас как раз обычным партнерам, особенно пул билдеров, я рекомендую всем работать. Помимо основного маркетинга, что здесь случилось? Фаундеры Dezzy в 1 июня направили полмиллиона долларов своих средств в торги по Форексу. Плюс сюда направляется 5% от моментум пакетов, от всех моментум пакетов, которые глобально покупаются. Каждый день покупают с моментум пакеты. Половина этой суммы направляется сюда. Половина мы видим. А еще половина в следующий пул, я о нем еще расскажу. Со всех входящих пакетов направляется либо 4%, либо 2.7%. И когда люди выводят прибыль, там часть есть маржиналки, недовыплаченные прибыли. Вот эта прибыль, она тоже идет в этот общий котел. И таким образом я должен вам сказать, что 1 июня направилось 500 тысяч USDT. Сейчас у нас еще не закончился июнь. Практически уже этот общий котел, торговый баланс составляет около 1 миллиона. Представляете? То есть на самом деле поразительная скорость, огромнейшая скорость роста. Чем больше котел, тем, естественно, в суммарном выражении больше будет прибыль, заработанная на Форексе. Так вот, ради чего все это сделано? 70% от прибыли с торгов будет идти на выплату в пулы. 70%. То есть, например, у нас миллион долларов в этом общем котле присутствует, 70% это 700 тысяч долларов, 350 тысяч пойдет в один пул и 350 тысяч идет в другой пул. Вот так вот это выглядит. И чтобы получить доли и чтобы участвовать в этом промоушене, необходимо в первой линии иметь 5000 USDT краудфандинга. Но нужно, чтобы этот объем пришел не от одного партнера, а хотя бы от двоих. То есть, чтобы был такой спалансированный объем в первой линии. Каждые 5000 USDT дают одну долю в пуле. Если вы получаете 4 доли, то есть, если суммарный объем 20 тысяч долларов, то тогда автоматически 4 доли превращаются в 8 долей. Если 5 долей, то есть 25 тысяч долларов суммарный объем, то тогда будет автоматически 10 долей. Все, что больше 4 долей удваивается. Таким образом, выгодно, конечно, иметь хотя бы 20 тысяч долларов в первой линии объема. Следите, чтобы этот объем был сбалансированный. Я на эту тему, наверное, мы проведем отдельную школу с отдельными примерами, слайдами, чтобы точно вы понимали, как это все работает, вот этот баланс. Но я уверен, ваши пригласители вам объяснят, те, кто разбирается. Сейчас я не буду вдаваться в совсем эти детали и подробности. Важно то, что уже этот пул себя очень хорошо показал. И сейчас закончится июнь. То есть, как этот вообще промоушен работает? В мае люди квалифицировались, получили доли. В июне идет трейдинг. Доли участвуют в июньском трейдинге. И в начале июля идут выплаты. Сейчас у нас заканчивается июнь месяц. Значит, вы можете квалифицироваться до конца июня, получить какое-то количество долей в этом пуле. В июле будет идти трейдинг. И по результатам трейдинга в июле вы в начале августа получите профит. Вот так вот это выглядит. И второй пул – это пул ачиверов. Вот это самый мой любимый пул, потому что он очень-очень денежный. Здесь та же самая система, также со всех входящих пакетов, маржинальная прибыль и так далее. Также формируется этот общий котел. По сути, это один и тот же общий котел. Просто делись на две части. Пул билдеров и пул ачиверов. И также половина прибыли, 70% от общей прибыли делится на два, половина будет выплачиваться ачивером. Так вот, как стать ачивером? Если предыдущий пул требует ежемесячной постоянной квалификации, постоянного подтверждения, то здесь пул ачиверов, он постоянный. То есть, если вы единожды в него попадете, то вы будете из месяца в месяц даже без повторной квалификации получать комиссии. И у нас в мае, если я не ошибаюсь, то ли 8 человек, то ли 7 человек квалифицировалось. И сейчас по результатам июня они получат очень живный бонус. Я сейчас покажу конкретные скриншоты из кабинета. Примерно, чтобы понять, какой объем этого бонуса. Так вот, как стать ачивером? Чтобы стать ачивером, вам нужно, чтобы у вас в первой линии появился пейсеттер. То есть, человек, который пригласил 24 личных партнера с объемом 128 тысяч USDT, построенным за первый месяц своего бизнеса. Вот когда у вас такой партнер появился, и плюс, если вы сами закрыли пейсеттера, либо если вы суммарно со старта дезис января прошлого года имеете объем 128 тысяч USD и 24 личника, то вы тогда получаете одну долю ачивера. Ежели вы пригласили двух пейсеттеров, у вас в первой линии два пейсеттера, то вы получаете две доли. Если три пейсеттера, то три доли. Здесь я что рекомендую? Каждый месяц вы можете, если вы активно здесь работаете, строить, помогать личному партнеру закрывать золотого пейсеттера, получать долю в ачивере. Когда у вас в первой линии будет три пейсеттера, то вы станете пейсеттер-лидером. Я про это только что рассказывал, это самый денежный ранг в дезис, и вы будете получать каждый месяц из пула ачиверов, помимо этого вы будете иметь часть от 2% пула пейсеттер-лидеров, ну и от всего входящего потока, исходящего потока тоже будете получать процент. Вот такой денежный промоушен. И еще один момент, попробую вернуться к предыдущему слайду. Вот здесь я опустил один момент в пуле билдеров. Если вы заработаете 4 доли или больше, чем 4 доли, 3 месяца подряд, то эти доли закрепятся и станут работать на постоянной основе. Что это значит? Если вы, например, в июне месяца сделаете объем первой линии 20 тысяч долларов, получите 4 доли с удвоением, это 8 долей будет. Потом в июле тоже 4 доли, и в августе 4 доли, то тогда, начиная с сентября, даже если вы никакой объем в первой линии не делаете, то вы будете из этого пула получать на свои вот эти 4 доли. Это может быть 5 доли, 6 доли и так далее. То есть можно перманентно закрепиться в пуле билдеров. Вот этот момент я опустил, поэтому я сейчас по нему прошелся. А здесь скриншоты, прямо свежие сегодняшние скриншоты из кабинета. Это по результатам пятницы, потому что сейчас у нас понедельник, выходные торгов на Форексе нет, а сегодняшние еще результаты, вероятно, еще не обновлены в кабинете по этим двум пулам. Итак, мы видим, что одна доля билдера на сегодняшний день составляет 128 долларов. Сейчас июнь закончится, и мы уже ее зафиналим, зафиксируем. Объем составляет больше 900 тысяч долларов. Вот этот торговый, этого котла общего. Движемся к миллиону. 128 долларов, получается, имеет человек, который в мае месяце сделал продаж на 5000 долларов в первую линию. Вот такая, в принципе, статистика. Но что более интересно, мы видим, сколько ачиверов получают. В июне, еще июнь не закончился, уже 7500 долларов. Есть потенциал за эту неделю, если будет хороший результат в тренинге, дойти даже до 10 тысяч долларов. Посмотрим. Четыре рабочих дня в этой неделе еще осталось. Такие вот результаты. Здесь слайд из нашей общей презентации. Напоминаем, чтобы во всем этом участвовать, вам необходимо установить тронлинг. Выплаты идут в USDT TRC 20 в криптовалюте. Вам необходимо иметь также определенное количество энергии трона TRX. И все выплаты происходят мгновенно. Все выплаты идут через смарт-контракт мгновенно. Либо если вы получаете деньги из пулов, то вам нужно будет в кабинете нажать на кнопку «Забрать деньги». Вы со смарт-контракта их снимаете, тоже мгновенно получаете. То есть не нужно ждать какое-то количество времени, пока ваши доходы будут выводиться. Единственное, где нужно ждать, это чтобы получить прибыль с тренинга. Потому что это система централизованная. Эндотек получает заявки по Форексу в выходные, обрабатывает, в понедельник выводит деньги. То же самое с криптой. По-моему, 48 часов на обработку заявок. В принципе, на этом все. Школа по маркетингу на этом заканчивается. Я останавливаю пока слайдов. И, возможно, Алексей, ты вернешься в студию и поможешь промодерировать, если есть какие-то вопросы. Давай мы с тобой ответим на вопросы по маркетингу. Ребята, если у вас есть какие-то вопросы, пишите в чате, либо же берите микрофон, задавайте эти вопросы. Алексей, слышишь ли ты меня? Куда ты, Леша, запропастился? Можно вопрос? Да. Да, да, конечно. Привет, Илья Марик из Латвии. Да, привет. Как часто обновляют информации по Builder Pool? Я думаю, что это происходит раз в день. В случае, если есть какой-то профит. Естественно, потому что не каждый день у нас идет профит. Да, правильно ли я понял, что прямая продажа 5000, а дается одна доля. И если 10 тысяч, 2 доли, 15, 3 доли. Правильно? Все правильно, но в случае, если есть баланс. То есть этот объем должен как минимум от двух людей приходить. Не больше 50% от одного человека засчитывается от общего объема. Такое правило. Окей, спасибо. Это не всегда легко понять. Вот так вот сходу. Поэтому я и сказал, что на эту тему мы какие-то будем, я думаю, школу проводить. Леша, я знаю, рвется в бой. Хочет это объяснить, показать. Может быть, даже экраном поделиться. Потому что там есть маленькие нюансы. Но в принципе, в кабинете есть подсказки. Мы все видим кабинеты, да, там есть подсказки. Если кто-то из вас сейчас строит в июне, вы видите, какой у вас объем в одной ветке, в другой ветке. И если вам что-то непонятно, спрашивайте спонсоров. Пишите мне. Я подскажу в конкретном примере. Ну вот давайте конкретный пример возьмем. Например, скажем, 3000, ну у нас нет 3000, но 3200, например. 300 у нас есть, да, инвестировал один человек, к примеру. И другие вместе инвестировали, скажем, 2. 300 плюс 2 вроде как 5100, да. Но квалификации не будет. Почему, Илья? Потому что считается не больше, чем 50% от одного человека. Если у нас общий объем в данном примере больше, чем 5000, по объему мы выполняем условия, да, но там, где 300, получается, что больше, чем 50%, больше, чем 2500 не может зачитываться. И получается, что только 2500 может зачитаться из этих 300. И получается, а во второй, а второй человек, сколько он купил? На две. Даже не второй, а там второй, третий, пятый. Или группа людей, да. А там, наоборот, не набирается 2500, да. То есть квалификационный объем, он меньше, чем 5000, поэтому доля не выдается. И что еще надо запомнить, то, что не у всех сразу в голове укладывается, что эта доля будет выплачена однажды. Вот, то есть однажды... Филдером она будет выплачена однажды, абсолютно правильно, за исключением того случая, что 3 раза, 3 раза этот результат достигнут. Как минимум 4 доли, да, тогда эти доли будут перманентные. Если 20 тысяч долларов объема прошло 3 месяца подряд, то вы получаете 4 доли, 20 тысяч это 4 доли, 25 тысяч, 5 доли и так далее, да. Уже они становятся перманентными, они закрепляются в этом пуле. И дальше, даже если никакой объем вы не делаете, вы будете постоянно получать часть из этого котла, из общего. Так, я вижу какой-то вопрос. 4 700 или 5 тысяч? Это 3 пакета еще по 100. Так, я не совсем понял вопрос. Я тоже не понял вопрос. 4 700 нужно, да. 4 700 это тот объем, который нужен для покупки 5 пакетов плюс Momentum пакет. Это то, что я в слайдах показывал. Если у вас кто-то купил за 4 700 1 человек вот эти вот 5 пакетов плюс пятый пакет Momentum, а еще 3 человека купило по 100, суммарно вроде бы 5000, но доли вы не получите опять-таки, потому что от 4 700 может засчитаться не больше, чем 50%. То есть неправильно я говорю. Потому что от одного человека может засчитаться не больше, чем 50% от общего объема. Общий объем у нас 5000, то есть не больше, чем 2500. Я думаю, это лучше объяснять все-таки, либо там на бумажке, да, либо показывать экран. Мы отдельную школу проведем у нас в планах, отдельную школу по ачиверам, по билдерам. Сейчас мы закроем июнь как раз, да. У нас будут конкретные результаты по июню. Будут счастливые ачиверы, которые получат там около десятки. Только в первый месяц, представляете. Потом будет второй месяц, третий месяц и так далее. Если кто-то скажет, там будет гораздо меньше денег, на самом деле не факт. Скорее всего не будет, потому что котел-то тоже растет. И он растет очень сильно, да. То есть общий объем торгов он растет. Поэтому будет очень любопытно сравнить бонус ачивера за июнь и за июль. И за август. Вот увидим. Я помню, что в пуле было 576, если мне память не изменяет, 1 июня. А вот сейчас уже почти конец июня. И сейчас там почти миллион. То есть в два раза пул вырос за месяц, получается. О чем речь? О чем речь, да. Еще месяц незаконный сейчас. Какие еще есть вопросы, ребята? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова